привет друзья вот начинаю в свое видео вам сегодня уже вечер практически я узнаете тут потерялась немножко очень было много у меня проблем и вот частности одна из них сейчас вам покажу вот у меня здесь машина припаркована моя любименькая видите и вот ее кто-то опять царапнул видите пожалуйста вам не знаю сильно не сильно ну вот как бы ладно бы просто краску а тут прям так вот когда трогаешь она как будто щеткой железной процарапана я даже понять не могу и вот как теперь кому обращаться эти парковка никто ничего не знает ну вот это получается что все на мне то есть проглотить это все ничего не докажешь у меня уже была такая подобная история и тогда у меня даже свидетель был соседка видела как мою машину зацепили на парковке и я как бы сразу обратилась свою страховую компанию которая сдирает как я говорила 500 фунтов в год за страховку и они меня мурыжили полгода и соседку эту бедную мурыжили полгода с нее там каждый она горит каждый месяц звонят и опять спрашивают показания когда чего знает ли она меня и в общем что тут как произошло и вы и мало того вот они мне только наверное где-то через 6 месяцев отдали 150 фунтов за то что вот была машина поцарапана мало того я потеряла льготы там вот в течение трех лет я в одной компании страховой была ну и как бы у меня там льготы накапливаются если вы не обращались у вас не было никаких акцидентов инцидентов акцидент это у них авария значит если чем больше у вас безаварийная езда тем вам больше скидки у меня была скидка 20 процентов а после того как я обратилась страховую компанию я не думала что они это присчитают мне как аварию но они посчитали как аварию сняли с меня еще эти 20 процентов скидки в общем пострадала я страшно хотя вина была не моя и теперь вот опять вы видите я расстроилась ужасно но никуда уже обращаться больше не буду но я вот сейчас иду домой потихонечку как говорится глубоко дышу от расстройства и вот мало того что это у меня проблема еще у меня проблема с моей работой друзья работу я свою оставила скажем так не смогла хотя мне и говорили что вот там попробуйте может быть три месяца втянитесь я вроде втянулась потом вот у меня начался как я говорю день сурка что одно и то же одно и то же одно и то же и потом в общем то как сказать тяжело очень все-таки такая работа это не просто сидеть за компьютером работа сложная работа тяжелая скажем так абсолютно неблагодарная оплачивается плохо вот я говорила вам что мало того что я в субботу работала так потом они еще и воскресенье стали меня приобщать к работе вот ну и потом когда я выразила свое неудовольство что как бы должны быть какие-то выходные все-таки ну и потом если уж я работаю в воскресенье то там нужно какая-то повышенная ставка хозяйке это не понравилось и какие-то начались знаете мне тут она сказала что с вами наверное проблема потому что вы русская я вы знаете чуть не упала вообще потому что я говорю это как это вы могли такое сказать это что получается расовая дискриминация еще тут у нас но и она конечно сразу он отвернула назад что нет нет я имела ввиду что у вас английский плохой но в общем попыталась тут эту ситуацию сгладить а я вы знаете пришла домой расстроилась очень и подумала нет не буду я ждать каких-то наездов вот таких и каких-то знаете там может быть как мне сказали будь осторожна может быть что они тебя еще и подставят если не хотят чтобы ты там работала может что-то пропасть у гостей я все это вместе подумала и думаю но мне надо но потом за эти копейки вы знаете вот как ни странно но получается что считать они не умеют я имею ввиду вот эти вот английские финансисты или кто они там кто это все считают вот эти бенефиты у людей я хочу сказать что получается работать абсолютно невыгодно я вам показываю этот красивый дом опять викторианский ведь и старинный хотя уже у нас поздненько даже уже машины с фарами зажанными да я в окнах огни видите но думаю что вы видите все равно ну и вот вы знаете я не стала ждать окончание истории чтоб меня там еще обвинили в чем-то я подумала нет наверное это вот как раз та история когда нужно уходить ну и я ушла то есть я как бы связи с тем что у меня и контракта не было я просто позвонила утром сказала что я не приду извините они сразу то мне говорят ну что вы что вы почему мы ничего не имеем против все прекрасно будем дальше с вами работать меня это мне хозяйка сказала я говорю да нет вы знаете я как-то не готова и думаю что лучше мне расстаться нам расстаться но и она сказала что я же ничего не имела против я же в общем то какую-то ерунду ну я говорю нет вы знаете я работать больше не буду извините ищите кого-то другого она говорит как же вы нас подвели как вы можете что вот типа того что не предупредив что сейчас будет нагрузка на двух остальных горничных им придется ваши номера убирать но я знаете хотела сказать одно так им так и мы надо были бы хорошие люди я бы отнеслась по-другому а такие крысушки вот то пусть имеет то что имеет вот смотрите это вот английские такие почтовые ящики это им уже наверное они старинные они характеризуют англию точно так же как и телефонные будки вот такие красные вот эти тоже почтовые ящики он железный он очень старый наверное порядка сотни лет может больше вот они такие интересные его друзья такая история я вам вкратце рассказала значит что с работы я ушла и то что я начала говорить что как они считают то что невыгодно работать то есть невыгодно работать вот на таких вот минимальных ставках допустим как они установили минимальную ставку 750 за час то получается что как я уже сказала частичная занятость от силы там я не знаю в неделю получается 150 170 фунтов и вы представляете что когда я посчитала значит но это еще мало того что я же еще и работала там упиралась как не знаю кто и когда я посчитала что с меня были сняты все льготы когда я была на бенефитах мне платили 73 фунта в неделю а здесь вроде 150 но где-то почти в два раза вроде я подумала и ладно но самое интересное что когда я посчитала всю себестоимость того что как я работаю первых бензин я платила 20 фунтов за две недели ну то есть 10 фунтов в неделю минус значит потом еще вот они с меня сразу сняли все льготы то есть они с меня они мне полностью начислили как я сказала 1600 в год платится консул такс на недвижимость на жилье то есть они его вернули плюс еще значит там у меня были льготы на газ 140 фунтов мне каждый год платили вот ну и то есть все это вместе в совокупности когда я посчитала получается овчинка выделки не стоит абсолютно то есть может быть какие-то там я не знаю и 10 20 фунтов сверх бенефитов я и выиграла с учетом всего того что я вам сказала но вы представляете что то я сидела на бенефитах я извиняюсь носу ковырялась и ничего не делала и получала эти деньги и все льготы а тут получается я работала как папа карла сердце надрывало а вышло что с учетом всего вот это выгоднее не работать ну то есть вот вы не поняли меня да вот за такие копье поэтому я решила а ну-ка ладно хватит мне уже работать тем более что я как бы и не хотела что-то влезла как курващи думаю дай попробую но моя вот такая вот как сказать первая проба оказалась неудачная первая попытка не надо я думаю что была бы высокая работа высокооплачиваемая интересное другое дело было бы за что постоять и бороться а здесь в общем в общем вот так друзья работу я оставила никуда я не делась сейчас себя немножко приду потому что тут надо мне опять вставать на бенефиты надо опять все это возобновлять там очень много документов немножко я забегалась вот но думаю что я вам начну опять как обычно раз в два дня свои видео снимать делать у меня много еще чего у нас тут фестивали сплошные проходят а на этом пока увидимся не теряйте меня пожалуйста всех вас я люблю и помню то что обещала сделаю всего вам доброго пока пока